Добрый вечер. Рад вас всех видеть. Спасибо. У нас есть еще 15 минут. Можно просто пообщаться. Может быть какие-то вопросы по этой теме предназначения человека есть. С залом можно записывать. Давайте начнем. К сожалению, мне вас не видно, потому что это означает, что очень трудно будет общаться. Мне нужно видеть ваши глаза. Вокруг темно очень. Освещения не хватает для лекций. Это концертное освещение, когда лектор освещен, зал темный. Это концертное, не лекторское, не лекционное освещение. Лекционное означает всех видно. Значит, нет общения. В темноту читать лекции невозможно. Мне так тоже не надо, потому что меня ослепляет. Я же не вижу ничего. Ослепляет тоже. Надо сверху, сверху, чтобы сверху пошел. Я посверну. Скажите, пожалуйста, в каких случаях женщина может проявлять инициативу в общении с мужчиной? Стоит ли вообще это делать? Или женщина должна только ждать? О-о-о-о, спасибо большое. Уже полегче жить не становится. Понимаете, дело в том, что не проявлять инициативу, а в чем вы понимаете инициативу женщины? Вот в чем ее инициатива заключается? То есть инициатива женщины – это красота. Какая еще инициатива может быть у женщины? Как она должна, типа, давай на мне женись. Какая инициатива? В чем инициативу заключается? Красота, она имеет природу. Она, вот смотрите, красота какая она. Красота, она привлекательная. Но когда женщина ведет себя очень активно с мужчиной, если мужчина пассивный, сам по себе слабый человек, тогда это привлекательно. Он говорит, о, хорошая женщина, она будет за меня работать, будет все вопросы решать, классно. Выйду за нее замуж, да? Ну, то есть, ну, а как еще, что значит инициатива женщины? Женская инициатива – это красота, это хорошее поведение. По факту инициатива исходит от женщины. Инициатива исходит от женщины, потому что она обладает силой привлекательности. Это женщина привлекательная, она обладает силой, поэтому ей интересуется кто-то из-за того, что она привлекательна. Для того, чтобы стать привлекательной, для этого надо развивать качество характера соответствующее. Они развиваются в деятельности. Не в мыслях о том, что хочу замуж, от этого характера не развивается. Она развивается в деятельности. То есть, женщина должна по-женски действовать, то есть, она должна заботиться, нежно относиться. И эта деятельность, она развивается как личность. То есть, а я, допустим, не люблю готовить. Ну, ты попробуй, начни готовить. Побольше полюбишь потом, и потом больше будешь готовить, еще побольше полюбишь. И в этом красота. То есть, вот это вот приготовление пищи с любовью делает отпечаток на лице. Нежное обращение делает отпечаток на лице. Все, что у женщины есть хорошее, все дает отпечаток свой на лице. Таким образом, женщина становится привлекательной своими поступками. Если она вот так вот такая, вот так себя ведет, значит, она достойна быть замужем. Естественно, она находит в себе человека. Потому что тот, кто достоин, это всегда чувствуется и это притягивает. В этом поведение женщины, то есть, поведение в том заключается, чтобы подойти и сказать, ну, ты чего не знакомишься, мужик со мной. Ну, значит, он не готов еще знакомиться, он еще не мужик, значит, он еще учится быть мужиком. Ситуацию в этих случаях торопить, это очень глупо. Женщина, если начинает торопить ситуацию, мужчина, если он хочет жениться, то он сам будет активно себя вести. А если он не хочет, значит, он не созрел еще как личность, он не может ответственность брать за семью. Зачем тогда его мучить? Себе просто проблемы создавать? Пускай дальше созревает. Как понять предназначение ребенка в 7 лет? Хороший вопрос по теме. Вот смотрите, то есть, мы будем говорить сегодня на лекции о том, что есть разные конституции разума. В соответствии с конституцией разума человек имеет ту или иную наклонность. Но наклонность человека проявляется в правильной среде. Если люди живут в правильной среде, в правильной структуре семьи, тогда в этом случае человек начинает развиваться как личность правильно. Смотрите, современная жизнь какова? То есть, человек живет как потребитель информации. То есть, телевидение, радио, книги. Все просто входит внутрь. Он ничего не делает. А личность развивается в поступках. Она не развивается. Допустим, я развивался, меня там в секцию сам поотдали, я там развивался. Потом в шахматы отдали и развивался. То есть, развитие, когда человек что-то делает, он должен действовать. Если человек просто сидит, компьютер на игры играет, это не действие. Это никак не дает ему никакой контакт с окружающим миром. Это просто развлечение искусственное что-то, которое не дает человеку возможность открыться. Цветочек не растет, не раскрывается. Поэтому, чтобы понять предназначение ребенка, для этого нужно правильную атмосферу создать в семье. Если в семье все занимаются тем, что приходят домой, там папа телевизор смотрит, мама по телефону болтает, каждый развлекается, нет работы над собой, нет развития, в семье люди не развиваются. То есть, значит, что... Спасибо. Вас только... Семь сразу. Спасибо. А вы можете цветочек положить туда, потому что меня не видно? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. Рад вас видеть всем. Спасибо. А кто у вас руководитель? Как вас звонит? А? Ивановна. Спасибо вам. Ивановна. И, понимаете, если человек в пассивном состоянии находится, в психическом, ему семь лет, разум не активен в это время. Разум есть. Он должен начать активизироваться. Как это сделать? Когда родители работают над собой, ребенок тоже начинает работать над собой. Родители развлекаются дома, ребенок развлекается. Пока человек развлекается, работает только ум. У ума нет никакого предназначения. Он просто наслаждается жизнью. Все. Ум только может мечтать. Допустим, человек мечтает о том, чтобы у него было много денег, много власти, там еще что-то. От этого ничего не меняется в жизни. Мечта ничего не меняет. Меняет поступок. Разум соткан из деятельности. Меняет поступок. Вот когда в семье, допустим, начинают работать над собой, там зарядки делают, допустим. Просто есть пять уровней деятельности, развивающей личность. Самая простая деятельность, развивающая человека, это физическая деятельность. То есть зарядка, закаливание. Какие-то, допустим, упражнения, походы какие-то, допустим. Это уже развивает человека. Любая физическая деятельность уже развивает человека. Следующий уровень деятельности, который развивает человека, это деятельность такого эмоционального уже плана. То есть это музыка. То есть человек учится на пианино играть, он развивается. Учится стихи писать, учится рисовать. Учится делать какую-то эмоциональную деятельность, которая развивает в нем тонкое восприятие мира. Следующий вид деятельности, который развивает человека, это деятельность, связанная с достижением знания. То есть причем есть разные виды знаний. Люди в основном предпочитают развивать ребенка в тех видах знаний, которые дают ему специальность, профессию. Но на самом деле это развитие, оно сейчас гипертрофировано. То есть вот эта идея, что нужна специальность, она настолько сейчас стала большой, что она закрыла все. Причем даже более важные вещи. Например, в человеке самое важное — это следующий уровень развития. Да, смотрите, мы сейчас взяли физический уровень развития, эмоциональный и дальше умственный, специальность. Совладение специальностью какой-то. На что тратятся огромные силы, люди по 15 лет учатся, чтобы владеть этим. Есть высший еще уровень развития. Четвертый называется «мравственный уровень развития». С этого момента начинает действовать разум. Что такое разум? Это сила, меняющая судьбу человека и меняющая Личность. Если человек развил разум, он может изменить свою жизнь полностью, он может себе специальность получить, какую ему надо, и может все, много-много чего сделать в своей жизни. Вот, если... Это у нас уже поставили на планете. Это у нас уже поставили на планете. Вот, и так, четвертый тип развития Личности – нравственное развитие. Оно дает человеку возможность развиваться в полной степени. Понимаете, в наше время люди не уделяют сильно большого внимания этому развитию, считая, что это не поможет быть богатым и счастливым. Но это на самом деле заблуждение, потому что, когда человек уже устраивается на работу, да, то кого выбирают, каких людей предпочитают, развитых людей, именно нравственно. То есть, если человек честен в выполнении своего долга, если человек обходителен, мягко общается, если человек трудолюбив, если человек способен прощать, не амбициозен, то есть, он скромно относится к себе и уважает других, то это означает, что он сильный, как Личность, естественно, он сразу в положении в обществе очень сильно возрастает, такого человека. Но в наше время никто не уделяет этому внимания. Смотрите, в каких школах учат нравственное воспитание, где детей обучают, каким человеком стать. Где вот это обучение? Нет этого обучения. Математика, физика, химия, биология и всё. Но где тогда ребёнка этому учить? Понимаете, вот меня вопрос задали, как понять предназначение ребёнка 7 лет. Когда физкультурой просто занимаемся в семье, ребёнок просто начинает жить. Он начинает становиться активным. Он не просто в компьютере сидит. Зарядку все вместе начали делать, ребёнок начал жить. Эмоциональное развитие, допустим, пианино, художественное развитие, даёт человеку возможность глубже воспринимать этот мир. Дальше. Пошёл в школу, начал учиться. Даёт возможность развивать мышление. Но развивать себя как Личность, вот, допустим, всё значит развивать себя как Личность. Заставить себя учить уроки. Это уже другое, понимаете? Это уже другое развитие. Это уже нравственное развитие называется. Это нравственное развитие, оно непростая. Это непростая вещь. Невозможно заставить ребёнка быть нравственным. Допустим, можно сказать, не обманывай ребёнка. Ну, можно говорить это хоть тысячу раз. Все равно он будет таким, каким он, в какой среде он находится, каким он и будет. Вот здесь уже, понимаете, здесь вот как понять предназначение ребенка. Не поймешь, пока среда не поменяется в доме, вот среда родителей, если родители нравственное образование сами не получают, у них нет наставника, у них нет работы над собой совсем, они просто живут как обычной жизнью, работа, дом, работа, дом, тогда ребенок, как цветок ребенка не раскроется, его предназначение не раскроется, почему? Потому что предназначение находится в разуме, а разум развивается через нравственное развитие уже, выше, это уровень развития выше уже. Поэтому не надо ничего понимать, как понять предназначение ребенка, не надо ничего понимать, надо понять, как оно раскрывается в предназначении, И дальше смотри, как оно раскрывается. Работай над собой в семье. Следующий уровень, пятый, самый высокий уровень развития Личности. Это когда человек с помощью отношений со святостью, с помощью отношений со Священным Писанием, возвышенной Личностью и молитвой. Три аспекта святости. Чистоты. Святость означает чистота. Чистота душевная, внутренняя чистота. Священное Писание с этого всё начинается. Потом через Священное Писание человек узнаёт о возвышенной Личности. И третий аспект его жизни — это молитва. Вот когда начинается молитва, тогда человек начинает чувствовать Вечность в своём сердце. Начинает чувствовать, понимать, что есть высшие силы, понимать другие силы, меняющие судьбу. Допустим, как мы меняем судьбу? С помощью своего образования, в лучшем случае. Или с помощью своей красоты, каких-то сил, допустим. Мы можем поменять свою судьбу. Но человек может просто сделать то же самое, час помолившись с утра. Молитва огромной силой обладает. Потому что люди связаны друг с другом силой веры. Вот, допустим, почему человека с работы выгоняют? Потому что начальник верит, что этого человека надо выгнать. Когда человек вводится, то у него вера меняется, у начальника. Он уже по-другому думает, воспринимает свою подчинённую, понимаете? То есть сила воры, веры, она быстро меняет всю ситуацию, моментально. Но мы вообще не знаем об этом ничего. Мы не понимаем этого аспекта. То, что я сказал, кажется, что это люди, наверное, сочиняют. Я не сочиняю, я так живу. Я этим занимаюсь. Вот. То есть идея в чём заключается? В том, что... Вот эти вот два последних уровня развития. Нравственное развитие личности и духовное развитие личности. Они меняют человека очень быстро. Развивают ребёнка очень быстро сами. Ребёнка невозможно, разум невозможно вытащить вот так вот. Давай, развивайся. Как понять предназначение? Не поймёшь. Он, вот цветочек, не распустился. Непонятно какой цвет. Как понять? Что его так раскрывать? Даже не знаешь, как куда дотронуться до этого. Это тонкие вещи. Вот. Ничего не поймёшь. Вот, мир распустился. Что делать? Надо начать по-другому жить. Надо начать правственную жизнь в семье. А это начать, опять же, возможно, если ты это понимаешь, что это необходимо. Допустим, человек почему бежит на свидание? У него весь день занят. Он говорит, мне некогда это делать. Мне нет времени. Хорошо, почему ты бежишь на свидание? Потому что тебе хочется, у тебя есть необходимость внутри. Так и надо получить необходимость нравственной жизни жить. Работать над собой. Получить необходимость надо такую. Внутреннее сердце. Эта необходимость исходит из знания. Когда человек что-то понял в жизни, он начинает работать над собой. Начал работать над собой. Атмосфера в семье поменялась. Всё. Он начинает сам раскрываться. Цветочек. Вот он какой, ребёнок. Его потянуло туда, его потянуло сюда. Ему хочется делать то, что связано с его предназначением уже. Не просто развлекать себя. Как мне один человек сказал, а мне кушать нравится. Это моё предназначение. Всем нравится кушать, спать и сексом заниматься. Это не означает, что я должен этим заниматься всю жизнь. Понимаете? Предназначение — это не деятельность нашего наслаждения. Это деятельность, которая даёт пользу другим. Вот этот вид деятельности, который успех приходит, приносит в жизни человека, он развивается, если человек перестаёт быть потребителем информации и становится активной частью жизни, своей судьбы. То есть он начинает её менять с помощью своих поступков. Зарядка, закаливание, чувственное изменение мира. Рисуем мир, сочиняем стихи. Умственная попытка понять, как всё устроено с помощью изучения. Здравственная работа над собой. И духовная с помощью отношений со святостью. Вот так человек развивает свой разум. Пять видов развития разума дают пять уровней развития разума. Если человек просто зарядку делает, там физически что-то делает, он становится просто болевым человеком, он развивает волю. Он, по крайней мере, может себя заставить что-то делать. Но что ему делать надо, он ещё не знает. Когда чувственное, разум на чувственную платформу переходит, на чувственную платформу, то человек в этом случае способен добиваться отношений. Не просто с собой он может работать, а он может с другими людьми работать, он может вдохновлять людей. То есть чувственный уровень даёт возможность человеку взаимодействовать с людьми. Вот смотрите, допустим, какой пример. Где, у кого сильный чувственный разум? У такого типа людей сильный чувственный разум? Классический пример. Какого типа людей чувственный разум? Артистов. Да, артисты. То есть старинные часы, ещё иду. Старинные часы. Да, то есть как? Жизнь невозможна и всегда. То есть люди испытывают счастье. Ой, как она поёт. Вот. Ну то есть это чувственный разум, это сила, которая меняет человек. Человек меняется от восприятия вот этого. Но понимаете, это значит, что человек развивался в этом аспекте. Он не просто таким стал. Это надо силу наращивать, как гантели, допустим. Тоже же силу наращивает человек, когда качает мышцы. Есть ещё чувственная сила, есть умственная сила. Допустим, человек говорит, я доктор наук. Хорошо, это умственная сила. Как ты стал доктором наук? Почему ты стал доктором наук? Он говорит, я всю жизнь заставлял себя учиться. Так это уже не умственная сила. Понимаете, чтобы стать доктором наук, для этого надо иметь нравственную силу. Вот эта усидчивость или способность заставлять себя учиться, это уже не умственная сила. Это сила разума. Она даёт человеку возможность выучиться, понимаете. Дети сейчас не хотят учиться. Вот в чём проблема. У них есть способности. Всё со способностями, проблем нет. Простите, что мы с вами не видим друг друга сейчас. Я вот тут всё это переставил, кто организаторы. Надо опять веб-камеру настроить. Я просто компьютер двигаю, потому что я хочу, чтобы мы видели друг друга. Это не я для вас пришёл, это вы для меня пришли. Потому что я, когда на вас смотрю, вижу, что у меня жизнь, она имеет смысл. Не просто там, как растение. Что-то делаю полезно на своём уровне. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Это означает, что человек может от природы уже иметь вот это развитие, нравственное развитие от природы. Почему человек становится успешным в жизни? Потому что у него от природы уже есть эта сила. Допустим, девушка говорит, как выйти замуж? Я не могу выйти замуж. Потому что нет женской силы. Почему ты не можешь выйти замуж? Нет женской силы. Откуда она берётся? Из нравственной силы. Какова нравственная сила женщины? Дравственная сила женщины очень простая. Всегда раздавать энергию любви. Чего женщине больше всего хочется? Чего женщине больше всего будет? Любви хочется, правильно? Это значит, что раздавать её не хочется. Хочется брать. В чём же успех женщины заключается? Чтобы вот себя ограничить в том, чтобы думать о том, чтобы меня любили. Ограничить себя надо в этом. И раздавать любовь бесплатно. Но это не значит, что надо... Какую любовь можно бесплатно раздавать? Любовь чистую. Это значит, что можно быть вежливым человеком со всеми. Чистая любовь женщины также в целомудрее. То есть не обязательно перед всеми открывать своё тело. Это не означает раздавать любовь, кстати. Это означает её тратить просто. Если женщина открывает тело, она просто тратит себя. Она не бережёт себя, а тратит себя. Это неправильный способ жить. А вот целомудренно, когда женщина видит, что она бережёт себя, своё тело, и показывает правильное поведение, тогда она уже раздаёт любовь. Потому что такое проявление женской природы очень привлекательно для разумных людей. Вот чем разумный мужчина отличается от неразумных? Неразумный смотрит ниже пояса, а разумный смотрит выше пояса. То есть он смотрит на личность. Не на то, какая энергия идёт, а на личность он смотрит, как человек себя ведёт. Если женщина ведёт себя правильно, значит, она разумная, значит, она будет хорошей женой, не будет гулять, не будет изменять. Я вас там совсем не вижу. Вижу только силуэты сверху. Вы меня видите? Нормально? Простите меня, что я ваши глаза не вижу, потому что я для вас пришёл читать лекцию, но у нас с вами любовь в разлуке. Я как бы... Я хочу вас увидеть, но не могу. Не хватает возможности. Зала, может быть, моего зрения. Итак, сегодня четыре типа предназначения человека. Цель – лекция. Вообще, если говорить о вот этих типах разных людей, у нас как-то была передача на «Времечке» в Москве о типах людей. Там собрались разные учёные. Не знаю, почему-то меня туда пригласили, тоже как-то по какой-то причине. Вот. И мы начали общаться на эту тему. Ну, классическое представление о типах людей – это флегматик, аллерик, сангвини, меланхолик. Но из этих типов не вытекает предназначение человека. Вот как определить, какой темперамент должен быть у правителя? Управитель может быть флегматик? Может? Может. Флегматик означает сильный тип тоже. Сильный тип – спокойный человек. Очень спокойно принимает решение. Аллерик может быть правителем? Гитлер – типичный пример. Моментально всех вдохновлял в одну секунду. Сангвиник может быть правителем? Может быть. Эти темпераменты людей относятся к чувственной деятельности. Ничего общего с предназначением человека они не имеют. Один ученый вообще сказал, что есть экстраверты и интроверты. Все, только два типа людей. Только два типа. Больше нет никаких типов. Вот смотрите. И каждый выдвигал свое мнение. Откуда берутся эти типы? Сейчас вам объясню. Существуют разные уровни строения человека. Можно вообще сказать, что есть люди большие, маленькие и средние. Четыре типа только есть. Все остальное – это ерунда. И не сказать, нет, есть мужчина и женщина, есть только два типа людей. Понимаете? Есть разные классификации, связанные с разными видами строения человека. Так, например, если брать физическое строение человека, то есть толстые, тонкие, большие, маленькие и средние. Понимаете? Ну то есть это физическая конструкция, грубое тело. Работа с грубым телом. Мы классифицировали грубое тело. Дальше есть тонкое тело. В тонком теле есть ум, энергия ума, которая думает, обучается, которая профессию осваивает. Вот, которая размышляет и так далее. Это умственная деятельность. Ум также контролирует деятельность своего организма. Эмоции, характер, все в уме. И ума есть чувство. Чувство. Чувственная деятельность. Вот это вот уже следующая классификация. После грубого тела, санклиник, меланхолик – это деятельность чувств. У холерика чувства очень активные, безудержные. У флегматика активные чувства, но они имеют какое-то ограничение в деятельности. У флегматика, санклиника, у флегматика чувства очень спокойные, неподвижные. У меланхолика, они ослаблены, несколько слабые чувства. И так далее. То есть это чувственная деятельность. Ничего общего с предназначением человека не имеет. Дальше. Экстраверт, интроверт. Чем связано? С деятельностью ума. Есть люди, которые воспринимают больше внутренний мир, а есть люди, которые больше воспринимают внешний мир. Имеется в виду не внутренняя жизнь. Понимаете, внутренняя жизнь – это деятельность разума, совсем другое. Вот смотрите, что такое направленность ума наружу или внутрь. Сейчас объясню. Когда человек склонен мечтать, это деятельность ума внутрь. А когда человек склонен радоваться этому миру – «как прекрасен этот мир, посмотри!» Да? А другой – «пропала мальвина, принцесса моя, сбежала мальвина в чужие края». Ну, то есть внутренние, это воспринимание, мечты. То есть мечтатель или активный человек. То есть в плане чувственной деятельности, ума, умственной деятельности. Это интроверт, экстраверт. То есть нет опять никакого предназначения здесь. Это просто деятельность ума. Предназначение человека находится в разуме. В разуме. И с этого, с деятельности разума начинается понимание, кто такой человек. Вот, допустим, у собачек есть предназначение? Есть. Собачки бывают разные, даже мышки бывают разные. Мы, допустим, в частом доме живем, когда осень, все мышки бегут в дом, потому что холодно. И у нас такие мышеловки, как домик, то есть мы их не убиваем, просто они забегают, домик захлопывается, и мы их выносим погулять. Освященную пищу покушали, потом проповедовали на улице. Проповедовали тоже дальше, потому что в доме нельзя находиться, чистота не соблюдается, мышка не моется. Вот, она ведет себя грязнулей, поэтому ее на улицу. Вот, и знаете, мышки разные бывают. Одни мышки просто вот носятся по коробке, вообще ничего не боятся. Я одну мышку выпускал, ее вытаскиваю, она убегает, а корылах на меня посмотрела. Напомнила лицо и побежала дальше. Ты за это ответишь, Тихо. Знаете, то есть, даже мышки имеют разный характер. Причем тут разум, мышка вообще ничего не соображает, она просто шивет на автомате. Вот. Она не понимает, что делать. Что хочется, то и делает. Другая мышка, она так испугалась там в этой вот, что она вся вспотела, аж липкая стала. Я ее вытаскиваю, а она не вытаскивается уже. Думаю, что она уже умерла. Потом потихоньку очи голоса. А та вообще не вспотела, просто выглядела, смотрит на меня. Понимаете, даже мышки, но они же неразумные существа. Зачем по темпераменту судить о человеке? Это просто вот работает природа и все, и она ничего не дает лучше. Разум это другая вещь совсем. Она совсем по-другому действует. Разум по-другому действует. Мышки бывают экстравертами, интровертами тоже. Некоторые сидят, себе грызут. Никого не трогают. Другие интересуются всем бегом. Одна грызет вот в одном месте и грызет, никуда не ходит. Разум помню, одна мышка, блин, тут грызла неделю в одном месте, просто сидит. А некоторые бегают. Ничем, понимаете, предназначение — это то, что нас отвечает. От животных. Если такие самые низшие животные так себя ведут, то при чем тут человек? Как можно понять разницу? Разница заключается в том, что разум — это структура, которая дает живому существу свободу выбора. Свободу выбора. Вот, например, стоит мне больше работать, чтобы развиваться. То есть, смотрите, логика простая. Больше работаю, больше получаю денег, больше возможностей для развития. То есть, больше денег, больше возможностей занять положение общества выше. Идет развитие. Чем больше тружусь, для того, чтобы лучше трудиться, нужно освоить специальность. Более интеллектуальная специальность дает лучшую зарплату. Лучшая зарплата дает лучшее положение в обществе. Это одна логика. Как вы думаете, сколько процентов людей сейчас так живут? Ну как сто? Мы же с вами собрались здесь. И просто так время потратили на то, чтобы прийти здесь, собраться, значит, не сто. Ну, 90 точно. 90 точно. И причина почему так? Потому что, понимаете, у человека есть всегда выбор, что делать. Или ему вот этим путем идти, в который все идут. Или он начинает думать, а может быть этот путь неправильный? Может быть мне надо разобраться сначала, как жить? Может быть я неправильно живу? Надо разобраться сначала с этим. Вот это деятельность разума. Что тут разбираться? Надо копать, да? Могу копать, могу не копать. Это уже нет деятельности разума никакой. Человек склонен копать. Мышка тоже склонна бегать. Нет никакой разницы. Разум означает, человек пытается понять, как жить. А потом пытается применять это в жизни. Это уже тоже непросто. Итак, разум — это прежде всего разобраться в вопросе. Есть второй путь? Я один путь сказал. Смотрите. Вкладываем силу в специальность, в свою умственную. Получаем хорошее образование. Хорошее образование — больше денег. Больше денег — больше влияния. Больше влияния — легче жить. Меньше работаешь, больше наслаждаешься жизнью. Второй путь. Не отрицается образование, которое нужно для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Не отрицается это образование. Ставится на второе место. После работы над собой. Даже на третье место. Сначала духовная работа, деятельность, молитва. Потом работа над собой. И потом уже своя профессиональная занятость. Почему места такие расставляются? Потому что человек знает, что от моего духовного состояния зависит моя жизнь. Он считает, что это более ценно для меня и важно, чем просто выучиться какой-то специальность. Я, допустим, сейчас так сказал, у многих в сердцах позвалось, ну хорошо, вот я научился молиться, и что, от этого мне денег будет давать? Вот представьте себе, да. Как ни странно, вот кажется, ну Валюбина, какие деньги, вот я молюсь, никто мне зарплату не платит за это. Это, смотрите, логика очень простая. Человек, когда молится, он получает связь с высшими силами. Высшие силы что делают? Некоторые думают, что они нам дают возможности иметь что-то. Допустим, я хочу тебе квартиру купить хорошую, помолился, получил хорошую квартиру. То есть мы воспринимаем высшие силы как инструмент для реализации своих целей. Понимаете, то есть мы так примитивно воспринимаем, что они предназначены так высшие силы, это такой дядя там стоит вверху, который имеет возможность дать мне квартиру. Я просто помолился, дядя раз дал квартиру, не помолился, не дал. Значит, надо помолиться, чтобы дал. То есть кто дядя там наверху, кто он такой? Он предаток моих желаний. Помолился, дал квартиру, не помолился, не дал. Он полностью подчинен моим желаниям, все, дядя там наверху. Так некоторые воспринимают высшие силы. Это очень примитивно. Понимаете, если мы молимся, связь с чистотой, с какой-то высотой, высокой, чистой силой связываем себя, то это даёт многие вещи в жизни. Первое, что даёт, раскрываются глаза на мир. Человек начинает по-другому смотреть. Он по-другому воспринимает мир, понимаете? То есть он в другом мире живёт. Вот в каком мире в основном люди все живут? Они живут в мире, который непосредственно находится рядом. Они не понимают, что скоро будет другая жизнь. Они просто этого не понимают. Сейчас объясню, что это значит. Один мой родственник, мне недавно позвонил, ему 63 года. И он говорит мне, Олег, работа очень тяжёлая, получает маленькую зарплату. 63 года. Говорит, Олег, мы вот ремонт затеяли, я взял большой кредит. Ну, понимаешь, надоело жить в квартире, в такой жить, старомодной. Хочется сделать современную квартиру. Вложили большие деньги, заплатили за этот ремонт. И он говорит, мне вот два года надо ещё работать, чтобы это всё оплатить. А потом я уже на пенсию пойду. Главное, чтобы вот в этой нормальной квартире можно было жить. И многие так размышляют. Смотрите, 63 года. Это значит, в среднем по статистике жить осталось лет 6-5. Но в России 76 лет средней продолжительной жизни. 77 где-то мужчины. Не, не говорю о тех, кто умирает в раннем возрасте, там, по алкоголикам. Ну, нормальный человек, допустим, ну, 76-75. Осталось 4-5-6-7 лет жить. Вот в этом теле, понимаете, в этой квартире, в которую ты вкладываешь все силы, у тебя уже нет сил работать. У тебя нет сил, у тебя маленькая зарплата. Ты попашешь целый день для того, чтобы сделать ремонт в квартире, в которой осталось вообще немного жить. Зачем ты туда отдаёшь все свои силы? Причина – незнание того, что ты скоро уже не будешь в этом теле жить. Понимаете? Я как-то настроился на своего дедушку. Начал медитировать. То есть у меня, я такая деятельность, что если кто не знает, у меня такая деятельность, она связана с тонким восприятием мира. То есть я воспринимаю мир по-другому. То есть я тренируюсь в способности выйти. Это поддаёт мне возможность познавать мир. Ну, это определённый вид наука. Такая наука, которая даёт другой плоскости восприятия мира. Даже, допустим, вы скажете, ну, Олег Иначеевич, ты фантазируешь. Ну, хорошо, пускай это будет фантазия. Но это хорошая фантазия, она отрезвляет. Я увидел дедушку в Китае, в теле китайца. То есть он тело оставил много лет назад, 30 лет назад. Уже взрослый человек. В теле китайца. Вообще ничего не помнит ни обо мне, ни о своей прошлой жизни. Вообще ничего. Всё забыто полностью. Квартира, ремонт, всё забыто, понимаете? Человек совсем в другой жизни уже живёт. Вообще всё это он забыл. Так зачем тогда это надо было, вот это всё? Просто из-за тупости и всё. Просто из-за тупости. Вот мы понимаете, мы так сильно погружены в ту деятельность, которая вот сейчас происходит с нами, что мы не понимаем, что есть вещи, которые с нами будут происходить потом, в следующей жизни. И эти вещи, они совсем другие. То есть это совсем другая жизнь. Мы ничего не будем помнить о том, что было. Останется только разум. Останутся привычки. Привычки останутся. Вот чего ты любил, то и останется. И твоя способность менять себя останется. Сила разума останется. Всё остальное тютю. До свидания. Деньги до свидания. Семья, окружение, страна, в которой ты жил. Связи. Всё до свидания. После оставления тела. А когда тело оставлять? Нет, только думают, не скоро. Вы ошибаетесь. Неизвестно. Может быть завтра. Никто не застрахован. Вот я сейчас слетел к вам на лекцию в Киев. Самолёт взлетел. В Москве был сильный ветер. Когда мы взлетали, самолёт вот так качнулся. И чуть-чуть повыше ещё раз вот так качнулся. Вот было весело. А это ещё чуть-чуть сильнее качнулся и лекцию почитал о фотографии. Владимир Геннадьевич. Памятная встреча была. Это реальность, которую мы не понимаем. Поэтому самое главное предназначение человека — это подготовить его к той жизни, которая будет потом. Себя подготовить. Понимаете? Разум не умирает. Беды говорят, самый сильный вклад, который человек может сделать в свою судьбу — это развить себя духовно. Веры больше стало — это не погибнет. Способности менять себя больше стало — это не погибнет со смертью тела. Понимаете? Это остаётся с нами. Это самый сильный вклад. Честности больше стало — не погибнет. Любви больше стало. Смирение, простоты, доброты больше стало. Всё это не погибнет. Это остаётся с человеком. И жизнь другая будет потом. Сразу, как я такие вещи начал говорить, я говорю, ну так, к чему же он клонит? Вот честно вам скажу, ни к чему не клонит. Вот честно. Оставайтесь в своей вере. Оставайтесь такими, какими есть. Ничего не меняйте. Просто поймите вот эту простую вещь, что мы находимся в очень сжатом пространстве понимания вещей. И ладно, я вам сейчас самый высокий уровень понимания сказал. До него расти и расти. Даже если у нас сейчас прорезалось, всё равно пойдём сейчас с лекции выйдем, опять будем делать, что делаем. Ничего не поменяется. Не так-то просто поменять свою жизнь за секунду. Это очень высокий уровень понимания вещей. Но есть, понимаете, есть пониже, который более практичен. Пониже уровень, который более практичен. Вот я сейчас вам эту практичность объясню. Вот у вас, допустим, есть два подчинённых. Один подчинённый имеет больше образования, больше понимает квалификацию. Другой подчинённый меньше образования. Но тот, который меньше образования, он верный человек, честный человек, вдохновлённый трудом человек. А зарплате не думает, думает о том, как у вас процветать всё будет. А тот, который больше образования имеет, он, наоборот, не развитый как личность. Склонен думать о себе только, о своём кармане. Склонен работать тогда, когда платят хорошо. Чуть поменьше платишь, уже не работают. До свидания. Кого вы выберете? Неразумные люди выберут. А пускай будет высокая квалификация, пускай сейчас хорошо работает. Потом другого возьму, уйдёт, другого возьму, будет хорошо работать. Нет, мои хорошие. Человека, который хорошо работает, очень трудно найти. Некоторые думают, хорошо работать означает высокая квалификация. Нет. Хорошо работать означает развитая личность. Развитая личность. Потому что если человек не развит, он будет хоть семь-пять во лбу. Работать, чтобы работать, для этого надо, деятельность разума нужна. Деятельность разума означает, что человек вдохновляет себя трудиться, у него есть правильные мотивы трудиться. Вот сейчас у вас тут кафе или ресторан, как большой открылся, вегетарианский, в Киеве. Я сегодня был, общался с ребятами, которые там трудятся, в необычный ресторан. В нем, вот думаете, реклама? Никакой рекламы, я не помню, как называется, не помню, где находится. Поэтому никакой рекламы. И в нем, в этом ресторане, люди необычные собрались, они с молитвами готовят. Понимаете? Вот там другая атмосфера, там очень хорошо, там классно находиться. Просто отдыхает сердце. Не обязательно может быть вот в этом направлении, допустим, ведическом, какие могут быть, допустим, разные структуры. Могут быть нравственные люди, могут собираться и работать в любом деятельности, в любой деятельности, в любом бизнесе могут собираться. Имеет значение? Атмосфера будет сладкая, жить так гораздо лучше, понимаете? Не важно там, что находится в стране, какой бардак там, не бардак. Вы же можете сами организовать свою жизнь. Есть, допустим, семья. Это вообще наша организация, наша собственность. Никто не может нам заставить нас смотреть порнуху по телевизору. Мы сами включаем ее. Так? Семья — это маленькая ячейка, которая от нас только зависит. От чего зависит, как живет семья? От нашего восприятия мира, от того, как мы понимаем, в чем смысл. Потом есть, если человек более развитый, у него есть команда, с которой трудятся подчиненные. Тоже от него зависит. Там уже тяжелее. Там, конечно, есть государство, там есть всякие инспекции и так далее. Но какая атмосфера в коллективе будет, от тебя зависит уже. Вот смотрите, работаем хорошо, трудимся качественно, все, деньги получаем. Атмосфера — ноль. И вы проводите в этом одну треть своей жизни. Мы проводим. Потому что я тоже проводим. У меня хорошая атмосфера. У меня только возвышенные люди работают. У меня 70 человек окружает, которые работают над собой, молятся каждый день. И я просто думаю, Господи, за что такое счастье? Люди необычные, понимаете? Окружают. В это вкладывалась сила внутренняя. И так получилось, что вот такие люди со мной трудятся. 8 часов в день или одну треть своей жизни проводим в атмосфере пустой ради денег. Одну треть своей жизни спим, одну треть проводим в пустой атмосфере. Осталась одна треть. Вас это устраивает? Нет? Видите? Нас это не устраивает. Почему же мы тогда так живем? Потому что мы не знаем, что можно жить по-другому. Мы деньги поставили выше счастья. Потому что счастье зависит от атмосферы, в которой ты находишься. Атмосфера создается из нравственности. Она не создается из количества денег. Если люди много получают зарплаты, да, они могут быть вдохновленными внешне. Но внутри этого ничего не меняется. Я раз в Луцарджелесе зашел в один крутой очень магазин. Меня там так встретили. Знаете, такие улыбки, такие люди очень красивые. Такие красивые люди, девушки красивые. Очень привлекательные. Улыбаются очень красиво. Внутри пусто. Снежная королева мутит. Очень красиво снаружи. Внутри пусто. Каменное сердце. Холодное сердце. Не привлекает. Не привлекает. Нет в этом во всем счастья. Вот эта нацеленность на бизнес, нацеленность на внешнее развитие. Нет счастья в этом во всем. Почему так много семей распадается? 88% разводов на Украине. Официальная статистика. Почему так много людей, семей распадается? Потому что ценности поменялись у людей. Бизнес, деятельность стала основой жизни. А там нет счастья в этом во всем. Счастье есть в бизнесе, когда нравственность выше бизнеса стоит. Когда в коллективе создается другая среда. Люди работают. Люди имеют другие ценности. Ценности какие? Любить друг друга. Может быть мы работаем для того, чтобы храм строить. Начальник вот часть прибыли отдает на это. Мы для этого живем. Уже совсем другая жизнь. Понимаете? Совсем другая жизнь. Для чего я это говорю? Для того, что вот это предназначение человека, деятельность разума, функции 4. 4 вида разума всего. Я сейчас объясню это. Все очень просто. Мы сейчас все это поймем. Но я почему так много о другом говорю? О том, что эти 4 вида разума не работают без более высокой платформы. Вот допустим, сейчас мы поговорим об этих 4 видах разума, которые дают человеку профессиональную наклонность. У нас есть 3 центра разума в теле. Вот один в области лба находится. Он связан с энергией знаний. Второй в области сердца с энергией любви связан с центром разума. И третий в центре разума в области паха с энергией вечности или самосохранения связан. Я рассказывал вам на прошлой лекции? Да. Рассказывал. Ну, я сейчас быстренько повторю, потому что многие, кто из вас первый раз пришел к этим? Многие пришли первый раз. По статистике 20% приходят первый раз. И вот эти 3 центра разума, они у каждого человека действуют с рождения, не меняя свои силы. Вот если светофор, он всегда то один свет, то второй, то третий меняется, то центр разума не меняет свои силы. Вот если у человека верхний светофор вот этот горит сильнее всего, на втором месте горит вот этот чуть-чуть поменьше, и третий вообще не горит, самый нижний. То это значит, что у человека наклонности знания, энергии знания на первом месте, на втором энергии любви. Это значит, что человек считает, что людям не хватает знания. У него такое предназначение работать с сам знанием. Он считает, что это самая большая ценность знания такой человеку. С рождения так считает. Если разум работает, что значит разум работает, смотрите, сейчас я вам объясню. Очень просто, когда разум работает, очень просто. Когда человек в жизни не потребляет, а действует. Вот допустим в семье. Мы приходим домой, просто включаем телевизор, газеты, журналы, развлекаемся, спать ложимся. Потом пошли на работу. Разум работает? Нет. Разум включается только в том случае, если надо что-то себя заставлять. Вот допустим, зарядку делать, надо себя заставлять. Уметь женой терпеть ее эмоции, терпеть эмоции жены и признаться себе, что ее характер, вот такой вот эмоциональный, такой навязчивый, который мучает меня, предназначен для того, чтобы я исправил свои ошибки в жизни. Она мне досталась по судьбе для того, чтобы я себя менял. Вот такая. Это деятельность разума. Так признаться. Сделает. Деятельность разума. Да не просто так сделала. Сразу возникает вопрос. А да она? А почему это она мне досталась? Может, я ей такой достался? Это уже не твое дело. Твое дело понять, кто тебе достался. Жена сама разберет со своей судьбой. И так деятельность разума означает то, что надо себя заставлять. А культура нашей жизни, она не предназначена для этого. То есть, смотрите, наша культура предназначена для увеличения возможности развлекаться, а не себя заставлять. Видите, заставлять себя жить в аскетизме не является ценностью. Для этого не нужно много денег зарабатывать, чтобы жить в аскетизме. Это же простая жизнь. Так? К этому никто не стремится. Все стремятся, чтобы было меньше аскетизм. Больше комфорта, больше уюта означает меньше деятельности разума. Чем больше комфорта, уюта, допустим, у женщины, смотрите, вот представим, допустим, картина такая. Сейчас женщина загадку вам загадывает. Вам надо ее разгадать. Сложная загадка. Приготовьтесь. Картина такая, смотрите. У вас в квартире все само стирает, все само готовит, все само убирает. Вы ничего этого не делаете. У меня к вам вопрос. Вы будете красивой или нет? Нет. Спасибо тебе, маленький человек. Самая разумная женщина, казалось. Остальные все задумались. То есть кажется, что красивой, то наоборот я буду, если поменьше, буду работать. Работать это да. Но вот когда женщина с любовью стирает, она становится красивее. Когда она с любовью готовит, она становится красивее. Да, она с любовью о всех заботится, она становится красивее. Сразу у женщин в сердце, у многих, я почувствовал, возникла такая мысль. Олег Геннадьевич, вот если бы вы женщиной были, да вы так не говорили вообще. Видите, я говорю об аскезе сейчас. Об аскезе. Это аскеза с любовью стирать, которая к этой свинье, которая даже не может мне ласкового слова сказать. Ну просто постирать можно, а вот с любовью для хорошего человека можно, а для мужа нет. Уже тяжело. Это означает деятельность разума. Это аскеза. Олег Геннадьевич, откуда брать силы стирать для мужа с любовью? Сразу возникает вопрос, нет силы. У кого нет силы стирать с любовью? Вот просто стирать есть сила, а с любовью нет? Поднимите руку. У всех остальных есть, да? Хорошо. Я запомнил всех, кто не поднял руку. От духовной жизни берется сила. Сила человеческая берется от духовной жизни. Женская красота берется от духовной жизни. Если женщина молится каждый день, это молитва, связь с чистотой, с святым человеком, с священной книгой, молитвой. Дает человеку вдохновение в сердце, чистое сердце, чистоту в сердце дает. Вот эта чистота, она дает возможность действовать человеку с любовью. Не просто там тупо работать, а вкладывать в деятельность силу. И вот это вот первое предназначение, вот человек, у него здесь энергия знания, здесь энергия любви. Он считает, что знание спасет мир. Такой человек с рождения. Если он развивается как личность. Если дома царит потребительская атмосфера, никто никого не развивает, сам никто не развивает, все стоят как попал, ложатся спать как попал, никто зарядку не делает, никто не закалится, никто не молится. Никто над собой не работает, все просто смотрят телевизор, ходят на работу и живут как все. В этой атмосфере не развивается человек. Разум у него есть, в зачаточном состоянии у ребенка есть вот это, он склонен к знанию. Это означает, что он склонен быть тем священником, склонен быть ученым, склонен быть преподавателем, склонен быть тренером, склонен быть врачом. Допустим, юристом и так далее. То есть человеком, который связан со знанием, связан со знанием. Он склонен быть таким человеком. Как понять в нем эту склонность, никак не поймешь. Почему? Потому что разум спит. Чем этот ребенок занимается? Я в самолете летел, когда у меня сидел рядом молодой человек. И весь самолет, вот чем он занимался? Бежал человечек на компьютере по железной дороге. Человечек этот, он запрыгивал на вагон и прыгал по вагонам. И цель была какая? Чтоб не раздавило. Ну, чтоб не раздавило, есть один простой способ сойти с железной дороги. Надо никуда бежать. Этот человек, у него не было такого мышления, что надо сойти с железной дороги. Ему надо было бежать. И он прыгал, прыгал, его постоянно давило. То-то один поезд, то второй. То-то там не допрыгнул до следующего вагона. Этот человек два часа в самолете бежал навстречу поезду. Вот он и занимался этим, понимаете? Два часа. Это жизнь или не жизнь? Чем он занимался? Вот знаете, чем... Вот возьмите, сядьте, просто сосредоточьтесь. Рядом с муравейником. Возьмите маленький кулачок земли, допустим. И смотрите за одним муравьем. За его движением. Бежит, бежит, бежит в одну сторону. Раз, забыл, куда бежал, назад побежал. И вот так он бегает все весь день. Куда-то, конечно, добегает, что-то хватает. Но в целом хаос. Почему? Потому что много желаний внутри. Потому что желаний наслаждаться очень много. Вот этот человек, весь самолет просто развлекал свое желание. Самое сильное чувство у человека, это чувство самосохранения. Почему бокс самый любимый вид спорта? Или футбол? Как вы думаете? Потому что самое сильное желание у человека в жизни, это победить. Надо, чтобы мы победили. Не важно в чем, пускай забили кусок кожи, запихали в какое-то пространство ограниченное. Не важно, где победили, не важно в чем. Важно победить. Надо победить просто. Причем мы должны победить. Не они, а мы. Это один. И победа, и страх самосохранения. Это бокс. То есть опять победить. Набить морду к другому. Самое популярное. Почему? Потому что сильно привлекает внимание. Это дает наслаждение. Когда ум занят у человека, это приносит счастье. Человек, в основном все игры, компьютеры, большинство игр основаны на этом вот победе. На том, чтобы надо победить. В чем? Не важно в чем. Женщины там побеждают. В женских вещах. Мужчины в мужских. Игры есть женские, мужские. Но суть одна и та же. Допустим, у меня у дочери есть определенная наклонность. Она пришла домой и говорит, папа, я буду бухгалтером. Как в песенке, да, поется? Летчик высоко летает. Много денег получает. Мама, я за летчика пойду. Вот. Она, я говорю, а почему? Ты же хотела рисовать. Мне сказала учительница, что это отстой рисовать. Денег никаких не будет. Надо учиться на бухгалтере. Она меня, говорит, очень любит. Я увидела в глазах ее любовь и сострадание. Она сказала, девочка моя, Иди на бухгалтера. Зачем тебе это рисование? Капусты не будет с рисованием. Нужно на бухгалтера идти. На бухгалтера означает работа с информацией. Я сразу раз взял ее руки. По пальцам человека можно определить силу планеты. Смотрю, сила Меркурия по нуля. Сила Меркурия определяет возможность общаться, заниматься финансами и так далее. Финансовая сила человека. Нет силы в ней никакой. Нет такой силы. Я говорю, моя хорошая, тебе так тяжело будет. Ты хоть раз денежки считала? Вот сядь и посчитай целый день денежки. И чтобы все было по порядку там, все было как положено. Я говорю, ты сможешь так жить? Она говорит, что-то трудно. Но деньги же надо, что-то будет. Я говорю, не надо тебе сейчас об этом думать. Развивайся просто как личность. Видите? Детей пугают. Их сбивают с правильной платформы. Человек развивается как личность. Его сбивают с правильной платформы. Кем надо быть? Надо быть... Сейчас учится на кого? Специалист по международным отношениям. Раз. Менешмент. Два. Бухгалтерия. Три. Вот все. В основном, молодых людей спрашивают. Ты кто? Он говорит, я специалист по международным отношениям. Ну почти что Черчилль. Ну работать дворником почему-то. Черчилль почему-то дворником устроился. Непонятно почему. Специалист же. Почему бы международными отношениями не заниматься. Почему дворником пошел. А ты кто? А я управляющий. У меня специальность управления. Ну как бы управлением даже не пахнет никаким. Я говорю, знаете, управляющий. Я говорю, вам управляют по музыке. Ну хорошо, замечательно, очень привлекательно. Чувствуется сразу прямо, что управляешь. А почему ты туда пошел? Почему ты пошел по управляющему? Почему ты не предаешь бальные танцы? Потому что мне учительница сказала, что там будет много денежек. Так ты же вообще-то другая природа. Зачем ты туда идти? Видите, люди даже не понимают, что из природы человек. Какой управляющий? Какие менеджеры? Какие, понимаете, люди разные бывают. Люди разные важны, люди разные нужны. И каждый на своем поприще счастлив должен стать. Я знаю счастливых парикмахеров, знаю много-много разных счастливых людей, которые очень счастливы в жизни. Но счастье — это главная ценность, понимаете? Не деньги за главную ценность. Есть много людей, у них есть деньги, но нет счастья совсем. Можно заставить, если сильная воля, можно заставить себя делать деятельность не по своей природе. Это истощает, потом убивает психику совсем. Человек на пределе начинает жить просто. Он делает, да, он зарабатывает деньги, какой ценой? Ценой своего счастья. Становится несчастным просто. Смотрите, деятельность по природе. Она что развивает? Вот здесь два направления жизни, смотрите. Одно направление. Тупо зарабатываем деньги. Что развивает? Ничего не развивает. Просто денег больше становится, и все. А второе направление сложнее. Надо, чтобы зарабатывать, надо себя как личность развить. Вот чтобы художнику, допустим, иметь средства на жизнь, ему надо стать хорошим художником. А это уже непросто, да? Но если у него природа быть художником, вот я, допустим, в Питере в русский музей зашел, не в Эрмитаж зашел, а в русский музей. Эрмитаж я зашел, что-то мне там не понравилось. Там одно и то же все. Там голые тетки и сражения. Одни голые тетки. Одни эти, тыльможи, голые тетки и сражения. Больше ничего нет. Вот весь Эрмитаж. Русский музей здесь зашел, смотрю, господи, Айвазовский, красота-то какая, море. Черное море, кстати, Черное море рисовал. Я его никогда таким не видел. Как он это нашел? Такие красивые эти все штормы, волны там, или там Шишкин там, да? Красота неописуемая. Природа просто красота неописуемая. Я думаю, да фотографию возьми, сфотографируй, сравни вот этот лес, как он нарисовал, и то, что на фотографии. Фотографии по нулям. То, что нарисовал, просто смотришь, и глаза не могут наглядеться. Почему любовь туда вложена, силы любви человеческой? Вот эта энергия любви, это уже деятельность разума. Это уже деятельность разума. Для этого надо себя заставлять таким быть, надо туда вкладывать силы. Это не просто стать таким человеком, но таким надо стать. Потому что много радости и счастья. Смотрите, все, кто об его картине думает сейчас с любовью, связь с этим человеком устанавливается, он испытывает счастье. Одну картину нарисовал, и столько уже веков счастья. Она не остается, не расстается счастья с человеком. Да? И сквозь годы, и сквозь расстояния, да? На любой дороге, в стороне любой, песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Концерт продолжается. Я просто немножко вас развлекаюсь, чтобы не скучно было. Итак, видите, идея в чем заключается? В том, что когда человек что-то ценное делает, это связь, остается связь. Почему так люди хотят увековечить себя? Они интуитивно чувствуют, что если ты что-то ценное сделал, потом счастье будет догонять тебя. А те, те, кто это видит, это чувствуют, связь между людьми остается всегда, она не прекращается. Это легко доказать. Я каждый раз на лекции доказываю. Вот человек тело оставил, вы чувствуете его, помните его, поболеете о нем. Поднимите руку, кто сейчас это чувствует? Но его же нет. Почему вы чувствуете это? Если нет, то ничего нет. Почему вы чувствуете? Нет, вы ошибаетесь. Это вот так себе кажется вам. Вы его чувствуете, потому что он есть. Он есть прямо сейчас, прямо сейчас есть, но вы об этом не знаете. А я знаю, потому что я могу это видеть, чувствовать это. Так же, как вы меня. Как зовут человек? Как ее зовут? Вот смотрите, сразу первая мысль. Очень добрый человек. Правильно? Откуда я это узнал? Потому что она с вами прямо сейчас связана. Понимаете, у вас сердца связаны друг с другом. Ваше сердце, ее сердце связаны. Поэтому люди связаны друг с другом. Понимаете? То есть мы помним, думаем о ком-то, мы тут же достигаем этого объекта. Ум имеет такую природу, Веда описывает, что он может достигать любого объекта в доли секунды. Понимаете? Мы все связаны друг с другом. И поэтому, когда человек добрые дела в жизни делает, он становится счастливым надолго, не на одну жизнь. Потому что люди вспоминают его добрые дела, и связь эта устанавливается. И так человек счастлив живет и дальше, в следующей жизни. Есть люди удачливые, да? Удача что такое? Это означает, счастьем питают те, кто связаны с ним с прошлых жизней, как ангелы-хранители. Понимаете? И вот, когда у человека деятельность по его природе, его развитие может быть бесконечно большим. Понимаете? Святофорик может гореть сильнее, 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 сильнее. Но для того, чтобы начать так жить, нужно развивать себя как личность. Понимаете? То есть специальность в данном случае на втором месте стоит. Кем я буду работать? Может быть, я буду дворником работать какое-то время, но продолжать рисовать картины. Какое мое предназначение? Быть дворником или картины рисовать в данном случае? Предназначение это то, что человека развивает как личность. Понимаете? Та деятельность, которая его развивает. Большинство людей сейчас мы... Мы, смотрите, если бы у нас была правильная культура, человека бы определяли по его наклонностям с самого рождения. И к 18-20 годам он уже был способен своей природой зарабатывать себе на жизнь. Вот некоторые люди говорят, у меня хобби, вот мне нравится, допустим, заботиться о людях. А работа у меня просто, я, допустим, деньги зарабатываю там как. Ну, просто работаю, природа в данном случае заботится о людях. А деньги зарабатывать почему? Потому что надо жить. Допустим, у человека природа не развивалась, если бы ты развился по своей природе, ты бы был, допустим, главой какой-то благотворительной организации, которая бы там кормила всех бесплатно и так далее. Но ты просто работаешь, зарабатываешь просто себе на жизнь. Почему? Потому что надо жить. Человек не может жить без квартир, без жилья, без еды, без тепла. Мы не можем жить, нужно работать, чтобы жить. Так? Но почему мы не счастливы в своей труде? Потому что мы недоразвиты. Если человек развивается как личность, он делает то, что ему нравится для людей, делает то, что ему нравится. Допустим, женщинам всегда нравится заботиться. Это женские специальности заботиться. Вот даже брать предназначение, допустим, очень сильно мужское и женское предназначение отличаются. Та же самая природа, быть ученым, допустим, первая природа у женщины, первая природа, быть ученым. Но как она у женщины проявляется? Женщина преподает в школе. Почему? Потому что она любит заботиться. Потому что преподавание в школе это забота в основном. Некоторые женщины думают, преподавание в школе это гонять детей. Нет, детей не гонять, надо им Строгость — это тоже вид любви. Это тоже вид любви. Я помню глаза своей преподавательницы, младших классов. Мне очень повезло, хороший человек это осталось. Я помню один эпизод. Начало учебы, две недели с начала учебы прошло, получил две единицы на одной странице. С двух сторон, на одном листе, с двух сторон. Я пошел в школу, пошел в школу, чтобы вырвать этот лист. Чтобы не показать родителям, потому что мне было стыдно. Я пошел в школу, когда я вырвал лист, оказалось, что я подошел прямо к своему классу. Моя учительница, она смотрела прямо на меня, когда я вырвал этот лист. Я его вырвал, она посмотрела и видела учительницу свою. Вот, и она меня позвала, вот пальчиком так. И она пронимировала у меня листочки все. Клеила листочек этот. Я увидел любовь в этом листочке. Я увидел, что она вот с любовью это делает, она заботится обо мне как в человеке. Она это делает не для того, чтобы не отомстить там и как-то показать, что она крутая, преподавательница. Нет, просто вот забота. И это запомнилось на всю жизнь. Строгость вот такая человеческая, женская строгость. Это любовь и к любви такой. Потому что она занималась своим делом. Ей нравилось детей воспитывать. Природа, видите, разум действует бескорыстно, но в рамках своей природы. Допустим, как у предельки ребенка. Допустим, ребенок любит маме, бабушке строить дом. Да, он на машине ездит, бабушке строит дом. И вот спрашивают, ты себе строишь дом? Нет, я хочу бабушке построить. Мне не нужно, я хочу бабушке построить. Это уже проявляется в природе человека. Допустим, может быть он строителем будет, еще не точно. Но у него, по крайней мере, есть вот эта вот жилка какая-то, что-то делать для других, вот практическое такое. Итак, видите, специальность ученого. Как проявляется в ребенке? Если у вас в семье есть работа над собой, если у вас разум работает, разум активен в вашей семье, то это значит, в ребенке это будет проявляться следующим образом. Внимательно слушайте. Первое качество, самое главное. Дети, которые склонны к знанию, они смотрят на мир несколько иначе, чем все остальные. То есть, они отстранены от деятельности. Это первое в проявлении. Они не склонны в гущу событий влетать. Допустим, есть дети, которые в центре событий, то есть там футбол играют, ему надо там быть. Этот ребенок наблюдает, как играет в футбол, кто как играет. Ему интересно вот это. Ему интересно понять, что происходит, зачем они играют в футбол. «Папа, а зачем эти мальчики бегают за этим мячиком? И чем они его пытаются туда запихать?» Этот вопрос, на который я до сих пор себе не ответил. Мне уже 48 лет почти. Я до сих пор не ответил на этот вопрос себе. Зачем же они его пытаются запихать? Не могу этого понять. Ну понятно, они, понятно зачем. Они хотят, деньги зарабатывают. А мы-то зачем на это смотрим? Вот это непонятно. Жизнь кончается, потом скоро в следующее тело попадает. Ты зря время просто тратишь свое. Вот жизнь проходит. Старинные часы еще идут. А мы футбол смотрим в этот момент. Вот это безмозглый сюжет. Но мы себе не отдаем этого, человеку не отдаем. Мы думаем, что жизнь предназначена для наслаждения, для того, чтобы просто обалдеть. Но веды говорят, что жизнь вообще не предназначена для наслаждения. Вот это вот желание наслаждаться жизнью, не приносив глубокого притворения в сердце. Это просто пустая трата времени. Пустая трата времени. Человек становится несчастным, живя такой жизнью. Он не достигает ничего в жизни. Итак, такой ребенок, который склонен к деятельности разума, он ищет правду. Он ищет знания, ищет правду. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это означает эта категория детей. Эта категория, она интересуется. Все дети спрашивают, а это что, а это что. Но у них разные цели. Одни дети спрашивают первой категории, для того, чтобы понять, как устроен мир и сделать людей счастливыми с помощью знаний. Вторая категория, в которых вот этот центр более активен, средний, энергия любви к людям, любви к людям. На втором месте знания. Означают те, кто склонны структурировать жизнь общества, делать так, чтобы все правильно в этой жизни было, общество, чтобы правильно шло. Это правители. Они считают, что счастье людей — это главное в жизни, чтобы люди все были счастливы, это главное. Знание этому помогает. На втором месте знание. Третий тип людей — энергия любви на первом месте. Но второй цветофорик уже не знание, а самосохранение. Это означает, что счастье людей на первом месте, люди должны быть счастливы. Это подсознательно то, что живет в человеке глубоко. А на втором месте он считает, что счастье означает достаток жизни, что жизнь должна течь хорошо у людей, тогда люди будут счастливы. Это увеличение достатка в жизни, стремление к достатку, не к руководству, управлению людьми, а к достатку. Это называется бизнесменной уже, третья категория. Четвертая категория людей — нижний цветофорик, самосохранение, самодостаточность. Работает очень сильно. На втором месте — энергия любви, цветофорика. Человек хочет любви в деятельности своей, любви в труде. Он хочет трудиться с любовью, творческой деятельностью заниматься, делать то, что ему по природе нравится. Он очень сосредоточен на том, чтобы отдать свою деятельность людям, свой творческий труд. Вот это категория людей, которые направляют свои силы в труд. Не в достаток, не в зарабатывание денег, не в управление, не в знание, а в труд. Видите, сразу возникает вопрос. А какая категория людей лучше? Ответ такой, одинаковый, все одинаковые, все хороши. Допустим, Микеланджело. Это кто по природе? Микеланджело кто? Это который из культуры делал. Последняя, четвертая категория. Любовь к труду. То есть он занимался своей деятельностью. Он в труд вкладывал силы, и он делал такие вещи, которые до сих пор удивляют людей своей красотой. Понимаете? Колумб, кто по природе был? Третья категория. Третья. Он открыл людям возможность сопрудничать. Он искал сопрудничество, искал новые земли для развития деятельности. У него такая природа была. Суворов, кто был по природе? Вторая категория. Правитель. Ломоносов. Кто был по природе? Первая категория. Ученые. Видите, выдающиеся, все это выдающиеся люди, разные природы. То есть неважно какая, выдающимся человеком может быть разная природа. Не обязательно. Только вот ученые выдающиеся или правители. Нет разных категорий могут быть выдающиеся люди. Но а так каждый человек должен заниматься своим делом. Никто не должен своим делом каким-то заниматься. Сейчас всех учат управлением. Вот этой вот второй категории. Но это безумие. Это безумие. Это не принесет счастья человеку, если он будет заниматься этим, не имея на то склонности внутри. Что такое сила разума? Это означает та сила, которая развивает человека. Понимаете? Вот смотрите, на начальном этапе начали деньги зарабатывать. Ну, допустим, я бухгалтер. У меня нет природы быть бухгалтером. Бухгалтер – это третья категория. Допустим, я выучился на бухгалтера. Для того, чтобы развиваться в бухгалтерии, мне нужно иметь способность общаться с цифрами и с людьми. То есть взаимодействие очень сильное с этими двумя категориями жизни. Людьми и фактами, цифрами. Означает, что очень сильно работают вот эти два центра разума. Средний и нижний. Очень сильно работают. Человек развивается. Чем больше работает, тем сильнее развивается. Все сильнее бухгалтер, сильнее и сильнее. И стал выдающимся человеком в этой области, допустим. Выдающимся человеком. Если я работаю по своей природе, но как определить, что я по своей природе работаю? А меня не деньги мотивировали заниматься этой деятельностью. Вот попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. Мне просто нравится, чтобы все было организовано в деятельности, чтобы люди были счастливы. Мне вот что нравится? Мне нравится, чтобы на производстве, на котором я работаю, чтобы все было правильно, чтобы был порядок. Понимаете? Поэтому я бухгалтер. Мне нравится вот там сделать порядок, поэтому я бухгалтер. Не потому, что там мне платят нормальные деньги. Потому что мне может быть... И это тоже. Смотрите. Я бухгалтер, потому что мне нормальные деньги платят. Но счастья в этом случае уже не будет. Почему? Потому что когда человек действует по своей природе, или тягивает... Вот внимательно послушайте меня. Можно ли мотивированным быть деньгами и действовать по своей природе? Нет. Вот, допустим, смотрите. Правитель. Природа правитель. Есть такие люди? Природа правитель. Мотивирован желанием сосать кровь с людей и зарабатывать на них деньги. То есть, ну, правитель, да? А природа правитель. Правитель... Какая природа у правителя? У него природа такая. Как он испытывает счастье правителя? Забоясь о людях, защищая их жизнь, создавая законы, которые делают их счастливыми. Он получает счастье, он испытывает огромное удовлетворение от этого, он и хорошо становится. Если, допустим, я имею природу правителя, но при этом попираю эту природу и просто сосу из людей кровью. Я буду счастлив? Так, ну-ка, ну-ка, думайте. Буду или нет? А? Может, буду? Поднимите руку, кто буду, кто считает, что буду счастлив? Ну, честно, честно. Ну, давай, мы же честно собрались с вами. Вот так кто-то поднял людей. Спасибо вам, пусть я смеюся.